Всем привет, с вами Андрей Сонар. Еще буквально три дня назад стояли морозы, и водоем был во льду, а сейчас вот посмотрите, что творится. И в связи с этим я всех и себя в частности поздравляю с открытием сезона жидкой воды. И как тут не ворваться в новый сезон без новинки от Тайм Триала? Ну, как видно, это по крафт. Но обычный ли это по крафт или нет? Как я уже много раз говорил, один насос хорошо, а два лучше. И что мы тут видим? Мы видим очень необычный по крафт с нехарактерной для обычных по крафтов кормой. Что же это может быть? Может быть это надувной транец, чтобы вешать мотор? Ну, теоретически такое можно сделать, но это сделано не для этого. Так для чего же это сделано? А вот для чего. Это по крафт-тандем. Этот проект был сделан для проверки концепции, что два сцепленных достаточно жестко судна будут вести себя как одно целое. А самое главное, что не нужно проверять, и что очевидно, что это удобнейшая концепция такого грузового поезда для туризма, для рыбалки. Сюда входит достаточно много. Сюда входит прям колоссальное количество вещей. И причем получается то, что все находится в независимом объеме, который можно отсоединять от основной лодки по желанию. Общая длина такого состава порядка 4,5 метров. Как обычно в наших по крафтах, мы хорошо защищаем нижние касательные баллонов как у локомотива, так и у прицепа. Ну, давайте, что ли, пойдем на воду. Вот здорово, блин. Мне уже нравится. А вот смотрите, какой поразительный эффект. На этом по крафте нет курсового стабилизатора, а ведет он себя так, как будто на нем курсовой стабилизатор стоит. Я не грибу, по крафт продолжает двигаться вперед. Любой другой по крафт уже бы закрутило. Интересный эффект. Скорость немножко поменьше, чем у фишкаяка Эва Лайт или Биг Фиш Пака, но весьма достойная. Думаю, какие-нибудь спутники я бы обгонял точно. Собственно, давайте проведем скоростные испытания. Три, два, четыре, четыре с половиной. Это уже хорошая для пакрафта скорость. Четыре, восемь. Четыре, девять. Пять. В общем, очень даже неплохо. Пять километров в час. Четыре, девять. Вот такая крейсерская скорость, ее можно поддерживать. Четыре, восемь. Четыре, девять. А давайте продолжим этот эксперимент вот каким образом. Сейчас я еще раз сделаю заплыв с жестко прицепленным прицепом. Прицеп, как вы заметили, крепится центральным карабином по центру и двумя стяжными лямками слева и справа. Так, чтобы носик прицепа зашел точно вот в эту самую нишу на корме. Образовав единое целое. Вот сейчас еще один контрольный заходик. Четыре, три. Четыре, шесть. Четыре, девять. Пять. Пять и два. Один. Ну вот пять километров в час. Это, в принципе, вот его нормальная такая скорость в режиме с прицепом. А сейчас попробую я прицепчик отстегнуть. Пройтись без него вообще. Замерить скорость. А также пройти с прицепом, но на длинном отпуске. И вот прицепчик отдельно на длинной веревке. О, Покрафт сразу потерял свою прекрасную стабилизацию. Чувствуется, что начинает носик немножко рыскать. Не сильно критично, но тем не менее. Скорость 4,2. 4,3. 4,4. Это поинтенсивнее, если. 4,5. Что, в общем-то, и требовалось доказать. Когда прицеп сцеплен с паровозиком жестко, то он фактически как одно целое, как одна лодка. Теперь давайте проведем еще один эксперимент. Я отцепляю прицеп полностью. 4,4. 4,2. 4,4. Да. Скорость в одиночном виде. И при буксировке на длинной веревке, конечно, меньше, чем в сцепленном виде. То есть, наша теория оказалась верна. Схема абсолютно рабочая. Схема очень интересная. А теперь давайте поразмышляем, что нам даст такой тандем. Он дает ряд очевидных возможностей по сравнению с одиночным, даже большим, покрафтом. Суммарная вместительность у такой системы больше, чем у большого покрафта, например, бигфишпака. При весе даже меньшем, чем весит бигфишпак. То есть, в сумме вот эта спарка весит меньше. Допустим, вы рыбак. Смотрите, как удобно получается. В пристыкованном виде быстро дошли до точки. Отстыковываете прицеп от кормы. И вот таким нехитрым движением резинки за грибок фиксируете прицеп сбоку. Встаете на якорь, ловите рыбу. Снасти у вас вот здесь под рукой. Снасти рыболовные, особенно если какие-то длинномеры. Все перевозите там. Велосипед. Это вообще просто находка для велопокрафтера. Целый прицеп здоровенный, почти двухметровый, выделяется вам под велосипед. Грузите его хоть так, хоть так. На привязи с собой возите. Он вам не мешает. Просто фантастика. А еще вот такая раздельная система эксплуатирует кое-какие лазейки в правилах рыболовства. Я не буду на это заострять внимание. Если надо, полистайте, прочтете, сделаете выводы. Можно ли использовать грузовой прицепчик в качестве покрафта? Сидения тут нет. Поэтому придется располагаться прямо на полу. Ну, ничего страшного. Ну вот, я в прицепчике. Смотрите, в одежде я вешу за сотку. И судя по расположению ватерлинии, я оцениваю грузоподъемность этого прицепа килограммов в 150. По идее, снабдить сидушкой типа домик и получится полноценный миниатюрный покрафтик, который можно использовать даже отдельно от основного паровозика. А это значит, что вся эта система, по идее, двухместная. И еще одно преимущество, конечно, не такое явное из-за общего малого веса комплекта, но тем не менее. Это возможность разбить вес для переноски. Вот такой покрафтик, двухкилограммовый. Выделили своему ребенку и пусть он его тащит до воды, а там катается или самостоятельно, или в составе тандема. А мне больше важно, что можно разбить не вес, а объем. Паровозик запаковать в небольшой рюкзачок и на спину, а прицепчик положить в сумку, которая установлена у меня на руле самоката. А после того, как я дойду до воды, я самокат положу в прицеп, и он мне не будет мешать. Так что, не за горами видео, когда я вот на этом покрафте поеду на рыбалку. Вот, послушайте, как лодка звенит. Это значит, что давление в ней повысилось после того, как я ее достал из воды. Чтобы она безопасно просушилась, без риска повреждений, нужно спустить частично воздух. И вот в таком полумягком состоянии ее уже можно безопасно сушить. На мой взгляд, получилась замечательная система, в которой фактически ничего не нужно менять. И она будет запущена в серию практически вот в таком же виде. Единственное, что я хочу добавить, это крепление для спинки, чтобы можно было установить спинку от чихони или биксишпака. Все-таки поддержка спины на покрафтах очень важна. И люверсные полосы внутрь кокпита прицепа, чтобы можно было туда подвязывать сидушку. Так как внезапно оказалось, что прицеп это вполне нормальная самостоятельная лодочка. Получается вот такой маленький-маленький сверточек. Вот такие два маленьких рулончика. Вот два рулончика. Хотя методов сложения может быть куда больше. Можно один обмотать вокруг второго. Можно вложить их друг в друга блинчиком и потом смотать в одно целое. Пожалуйста. Простор для творческого сложения здесь огромный. Пакрафт с сидушкой от Бигфишпака. 3,775. Прицеп 2,190. И вместе 5,935. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи на рыбалке. С вами был Андрей Санар. Всем пока.